Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня вместе с вами обсудим некоторые вопросы. Мы обсудим вопросы, касающиеся физики, математики, возможно, химии, космологии, космографии и так далее. Эти вопросы мы будем обсуждать с Катюшиком Виктором Григорьевичем. Мне попалась совершенно случайно на глаза статья Катюшика Виктора Григорьевича по названию «Мировоззрение образованной дуры». Эта статья сейчас будет нами именно обсуждаться. Мы по просьбе Виктора Григорьевича уйдем от эмоционального анализа, что значит дура, как с ней быть, как с ней бороться и так далее. Мы с вами рассмотрим практические вопросы, научные вопросы, технические вопросы. Итак, вопрос, один из вопросов, который возникает у меня, это первый вопрос. Виктор Григорьевич пишет следующее. Дура верит в отрицательный скаляр, но не знает, что это такое. Я, прежде чем сказать об отрицательном скаляре, должен буду задать вопрос следующий. Я прошу кратко ответить. То есть, отрицательные скалярные величины не могут быть вообще или не могут быть в физике? Вы имеете в виду отрицательные скалярные величины в математике? Мы сейчас, на данный момент, я буду говорить о физике. Мы будем говорить о физике сначала. Ну, отрицательных скалярных величин, в принципе, в физике нет, в природе нет. В природе нет отрицательных скалярных величин. В математике скалярные отрицательные величины, они тоже не могут в рамках научного метода существовать. Но мы в рамках системы образования видим применение. Как быть со следующей вещью тогда? Сейчас я просил бы на экран, на доску. Итак, мы с вами пройдемся по поводу отрицательного скаляра, который, вы говорили, быть не может. Первое. Цельсий, ученый, сделал следующую шкалу. Шкала Цельсия, которая применяется как в физике, так и в технике. Она исходит из чего? Шкала сосредоточена следующим образом. Опять я говорю, это шкала условно взятых... Не видно, вообще не видно. Ничего страшного. Это шкала условно взятых величин, где Цельсий за ноль принял состояние перехода из одного агрегатного состояния воды в другое, то есть жидкого состояния воды в твердое состояние воды. Соответственно, за 100 градусов Цельсия была принята точка кипения при нормальном атмосферном давлении. Соответственно, шкала была разделена на следующие 100 делений. Соответственно, так как на Земле бывает существенно холоднее, чем точка перехода агрегатного состояния воды жидкая в твердое, соответственно, тот же самый даже Цельсий, чтобы взять и проработать дальше измерение температуры, он сделал опять, я говорю, это условное значение. Опять, мы не говорим, что какой-то за этим стоит физический термодинамический процесс, который говорит, что отрицательная энергия молекул, этого нет, и отрицательной энергии молекул не бывает, не может. Но он расположен, соответственно, в отрицательную сторону понижение температуры. Опять, мы с вами говорим, это условная величина. Точно так же, как, скажем, если разобраться, шкала Кельвина, это тоже условная привязка. Почему? Но она бывает только положительная. Вы знаете, от нуля градусов Кельвина, соответственно, идет только в положительную сторону. Но она в бытовой форме просто неудобна. Точно так же формируются, есть еще более неудобные шкалы, это шкала Реомюра, шкала Фаренгейта. Но опять, это условные отметки, условные отметки... Условные отметки чего? Условные отметки температурного процесса. Условно. Вот вы прочитали в справочнике, что температура это величина, да? Стоп. Опять. Вот теперь давайте таким образом. Вот с точки зрения... Опять, мы с вами сможем только прийти к единому мнению. Температура чего? Я уже сказал, что сама шкала взята условно, и сама шкала не отражает как такового расчета термодинамического процесса. Если мы возьмем расчет термодинамического процесса, то по шкале Цельсия его сделать невозможно. Замечательно. И вот теперь обобщем всю эту мысль про шкалу Кельмана, про шкалу Цельсия, и скажем, краткий тезис. Сказать, одна отрицательная величина существует, да? Кому что? Ею удобно пользоваться. Это условная величина. Минус 10 градусов Цельсия, минус 15 градусов Цельсия. Вопрос изначально... А почему тогда тот, кто верит, что она есть, эта шкала, его надо называть дурой? Давайте мы на часть маленькую купим пункт первый. Условность шкалы вы осознаете? Вы осознаете, что она не привязана как к таковому, из нее не исчислить термодинамический процесс нельзя? Мы все некоторые вещи осознаем одинаково. Я предлагаю поговорить о том, что мы не одинаково осознаем. Пожалуйста. Вы назвали эту нижнюю часть скалы отрицательной, да? И минус, минус 1. Это не я назвал, она назвала Цельсия. Ну, это назвал, и он у нас принимал. Если бы Цельсия внизу нарисовал гаечку, вы бы сказали, что существуют гаечные величины? Вот, теперь мне надо было, надо было бы в начале нашей беседы с вами обратить, я вас прошу, исходя из прошлой беседы. Так, мы не будем переводить в гайки, болты, арбузы, винты. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Давайте по процессу. Давайте по процессу. В переводе не существует отрицательных направлений. Вы согласны с этим? А при чем тут отрицательные направления? Мы взяли линейную величину, поставили на нее точку. Стоп, стоп. Мы сейчас сказали, скаляр. Скаляр. Направление, направление. Вы говорите на понятии или о величине? Вот здесь у вас написано, отрицательный скаляр. У скаляра только величина и направление. Да, а вы говорили вот здесь вот в тексте о понятии скаляра. Вот понятие скаляра, чистая величина. Вот я забыл про понятие скаляра. Говорим о величине. Скалярной величине. Если мы говорим в рамках научного метода, раз у нас есть скалярная величина, так и говорим о скалярной величине. Понятие это область философии. Один человек определил понятие таким образом, другой. В следующем мы говорим об отрицательной скалярной величине. Угу. Все. Теперь чем у нас скалярная величина отличается просто от величины? Величина бывает скалярная и бывает векторная. Хорошо. Вот здесь скалярная величина, не имеющая направления. Не имеющая направления. Скалярная вы в качестве примера привели пример со шкалой цельсии. Шкала, да. Вот. У нас есть точка и есть отрицательный раздел. Субъективный. Субъективный. Он не является фактически отрицательным. Он не является. Это чисто. Мы так условились. То есть вы не привели пример отрицательного скаляра. О чем речь? Почему я не привел пример отрицательного? Ну вы сказали это условность. Это условность. Так скаляр не привели пример отрицательного скаляра. Скалярные величины. Вот это и есть. Скаляр в природе реально скаляров как таковых нет. Чисел. Замечательно. Если уж на то пошли. Замечательно. Вот это то, что мы в своем головном мозге отображаем. И мы по сути дела приняли условное значение, что отрицательное ли оно положительное, но оно только для удобства. Вот для удобства, тогда не отрекайтесь от гаечки. Вот этот минус имеет смысл той же самой гаечки. Я могу сказать, что если бы вместо Цельсия был Бранд, мы бы мерили в Бранд. Ну, так вот, минус это субъективная конструкция. Абсолютно. Следующее отношение никакой гаечки величины. Абсолютно. То есть, более с тобой. Если вы слышали, я оговорил следующее с вами. Что между двумя отрицательными значениями температуры, взять минус 10 и минус 25 градусов, то мы не рассматриваем термодинамический процесс, а мы рассматриваем просто для удобства отметку состояния следы. Я это все понимаю прекрасно. Вот то, что вы мне пытаетесь найти... Почему тогда не может быть отрицательного скаляра? Я классический вариант вам привел. Стоп, стоп. Вы... Я прошу сосредоточиться. Вы говорите, вы протестовываете существование отрицательного скаляра, скалярной величины. И не приводите пример... Скалярная величина. Нет. Во-первых, как это? Так. Скалярная величина. Это субъективная... Конечно, скалярные величины, они бывают только субъективные. Я даже могу сказать так, а даже векторные величины бывают только субъективными. Замечательно. Замечательно. Вот давайте все-таки мы не будем друг друга перебивать, посмотрим на начальник. Первое. Температура формально, написано в некоторых обучениях, как величина, это не является... Температура не является физической величиной. Вот так. Это сравнительная характеристика теплового состояния. То есть, есть учебник, там природоведная неотъема. Да, можно. Почему не является величиной? Величиной чего? Это сравнительная характеристика. Говорится таким образом в справочнике. Температура обозначает условную степень нагретости. Сравнительная характеристика. Как вы степень нагретости? Степень нагретости. Вы сравниваете со шкалой? С артутным столбом? Вы сравниваете? Мы сравниваем со шкалой. Вот литр. Это величина. Метр величина. Антон, подходи за литр. А это сравнительная характеристика. У нас в природе нет. Мы не можем температуру куда-то налить. Это сравнительная характеристика. Понимаете, физических величин целая масса, которых мы не можем куда-то налить. Но они не перестают быть от этого величинами физически. Понимаете? Есть люди, которые не разделяют сравнительную характеристику и физическую величину. Например, температура. Температура? Вот теперь смотрите. Опять. Любая физическая величина она может быть как итогом сравнения чего-то с чем-то. Может быть. Это сравнительная характеристика. А почему вы тогда отказываете? Это сравнительная характеристика. Мы методом не сравниваем. Вот реально мы на самом деле здесь откуда взялась вот эта вот шкала. Был спирт налит, потом стал артут. По факту нулем отображается местоположение артутной отметки. Вот у нас есть объект сравнения. Подъем стуки. Подъем стуки. От того, что поднялась стуки или уменьшилась, у нас в природе не добавилось ничего. У нас просто материя перешла из одного состояния другое. величина только сравнение. Тогда точно так же. Атмосферное давление барометрическое. Конечно. Естественно. Баночку, с которой выкачано воздух, мы можем... Сравнительная характеристика. Сравнительная характеристика. Замечательно. А пожалуйста, метр, это величина. Это не сравнительная характеристика. Мы сейчас атометром даем. Там тоже еще не так просто. Там все просто. Там тоже не так просто. То есть, атмосферное давление, вы тоже согласны, что это сравнительная характеристика. Дальше. Измерение энергии. ватт. Сравнительная характеристика. Пожалуйста, замечательно. В ход мысли понятен. Как мы приближаемся к отрицательному скалеру? Я просто с ферментаром вам говорю, есть величины, есть сравнительные характеристики. Не все это различает. Самое важное. Вы против того, чтобы люди условно взябрали отрицательные величины на условной шкале? И вы на этом основании ее не признаете? Я вам просто... На каком основании? Условно взятую шкалу. Вы не понимаете схему в моем представлении. В вашем представлении я не понимаю. Давайте разберемся. Я вам расскажу маленько, почему, для чего вообще отрицательные величины нужны. Стоп. Мы сейчас давайте по скалеру по этому температурному закончим. Почему не имеет права на существование величины? Вы можете обозначать минусом, крестиком, ежиком, елочкой, чем угодно. Нижнюю часть шкалы это условное обозначение. Условное обозначение. Оно не дает, не вносит никакой отрицательности. Оно вносит отрицательности? Вот оно написано. Вносит. Почему? Тогда плюсики вносят плюсиковость. Плюсики отомносят плюсовость. Почему? Смотрите внимательно. Относительно точки перехода агрегатного состояния вот у нас отчетная точка, относительно которой мы переходим в другую часть измерительной шкалы. измерительной шкалы. Измерительной шкалы. И эту, и эту. Против этого возражает. А значит, в природном смысле нет минуса, если это субъективная пометка. Вася пометил минусом, Коля пометил ежиком. Я могу сказать то, что ватт это тоже субъективная характеристика, ампер тоже субъективная характеристика. Это природное понятие. Приведите конкретный пример величины. Метр. Вот метр. Вот он метр. Пожалуйста. Природное понятие, физическая величина. Откуда вы взяли природное понятие метр? Природное понятие? Да. Во-первых, мы можем обозначить его в качестве эталона. Как вы его взяли в качестве эталона? Именно метр. Как метр? Люди выбрали. Есть природная физическая величина, называется пространство. Хорошо. Как вы его... Это реальный объект. Этот реальный объект человек может субъективно поделить. Может взять половину пространства. Это будет половина пространства. Может взять, вырезать пласт в этом пространстве. Может взять литр, кубометр. Это будет величина. Это будет часть реального объекта. Делением дальше мы получим площадь, квадратный метр. Тогда мы конкретно скажем, французы взяли по окружности земной шар по меридиану. Так. По меридиану. Насколько помню, до 63 миллионов, что ли, надо там посчитать, этого самого меридиана они условно взяли величиной один метр. Пожалуйста. Пожалуйста. Условились они один метр. Пожалуйста. Другая величина, до сих пор величиной, которую меряют англичане, фут. Пожалуйста. Вообще, это очень условно. Фут. А фут вообще меряют как? Рота королевских гвардейцев английских. Что вам сделаем? Рота королевских гвардейцев, нога в ногу, отмечаю, ловти шла. Пожалуйста. Очень условно. Пожалуйста. Ради бога, условный выбор чего? Условный выбор части. Отсюда. У нас есть луч, мы условно выбрали такую-то часть или такую-то, но луч, протяженность пространства, у нас реальный объект. Расстояние между двумя точками это реальный объект. Вы можете взять вот такое реальное расстояние, вот такое реальное. Хорошо. Какую часть, это ваш субъективный выбор. Хорошо. Есть такой вариант. Секунда. Как единица. Давайте сразу во всем не будем. Мы отрабатываем отрицательный скаляр, дошли до реальных величин. Отрицательного скаляра в природе нет. В пространству не бывает и не может быть. А его и почему не бывает. Потому что все величины, они пространственно зависимы. Температура, величина? Нет, сравнительная характеристь. Но и температура не бывает отрицательной. Это только обозначение. Обозначение. Я и говорю. Отрицательности точно так же, как и метр. Обозначение части диаметра Земли. Пожалуйста. Но отрицательность вы никак не обозначите. Почему? Вы поставили значок. Он не внес никакой отрицательной природы в физическое явление. Так как хоть от ежика не внос никакой ежика. Неправильно. У нас ниже шкалы и почему отрицательной мы взяли ниже шкалы границы перехода между агрегатными состояниями отрицательной величины. Почему я не имею права? Пожалуйста. Вася написал здесь минус. То, что горячий минус, а здесь плюс. Дальше что? У вас это стало отрицательной? Температура как условия будет это отрицательной? Опять как условия Физический смысл отрицательности просто значок. Так и пишите. Это не имеет скалярная отрицательность. Еще раз. Вы слышали о том, что за измерениями и переходами из градуса в градус по шкале Цельсия не стоит напрямую термодинамического процесса. Я об этом сказал. Мы говорим сейчас про минусность. Отрицательность. Ее физический смысл. Вы не предоставили никакого физического смысла, кроме того, что Вася так обозначил. Нарисовал минус, значит стало отрицательным. Нарисовал Южик, как было об условном рассмотрении. Вы отказываете в условном рассмотрении. Обозначать вы можете любым знаком, но не придавайте смысл физически отрицательности. Потому что дальше происходит придаем физический смысл. Расскажи как вы это предоставили. Опять, я в этом случае говорю, еще раз повторяю, граница перехода агрегатного состояния у меня обозначает отрицательные величины именно по шкале Цельсия. Для меня условно, что при плюс 5 градусах вода не бывает в нормальном состоянии твердой, а при минус 5 градусах я знаю, вода бывает в твердом состоянии. Хорошо. по шкале пёрышкина минус 5 градусов то же самое сдвинуто. Пожалуйста. По шкале пёрышкина у нас получается и минус 1, да, то есть тут с зазыгом и что? Абигантное состояние здесь и что? Минус тоже. Опять, опять мы говорим. Вот мы сейчас вот так оно условилось, шкала Цельсия. Пожалуйста. Вы протестуете против шкалы Цельсия? Я не протестую против использования любого знака, хоть минуса, хоть ёжика, хоть ёлочки, но, извините, физический и отрицательный смысл вы не можете обосновать. Его здесь нет. Физически и отрицательного смысла у температуры не может быть. Почему? Значит, вы не привели пример отрицательного физического скаляра. Физически, скажем так, ниже, опять мы говорим, при энергии отрицательное быть не может. Замечательно. Вы не привели пример отрицательного скаляра. Каких отрицательных скаляр вы говорите? Пожалуйста, минус 25 градусов. Это обозначение, значок просто минус. Вы же сказали, что физически ... Я занят. То есть, мы можем подойти, пожалуйста, к компьютеру и назвать, нарисовать на минус это будут отрицательные конкретные. Понимаете? То есть, вы воспринимаете скалярные величины только те величины, которые могут к какому-то конкретному физическому процессу быть пришиты и, соответственно, отрицательные значения вы не воспринимаете. Стоп. Мы обсуждаем отрицательные скаляры в наличии в природе. Давайте с вопроса на вопрос не перепрыгивать. У нас есть варианты обозначения любым знаком. Вот это минус, это любой знак. Любой знак. Вася обозначил любым знаком. Есть физический смысл. Так вот, в физическом смысле нет отрицательного никакого физического явления. Еще раз, возможно, вы плохо слышны. Еще раз. Я хорошо слышу. Граница перехода между агрегатными состояниями, граница перехода плюсов минус. Все. Переносим скалу. Идем в Кельвина, пожалуйста. Тоже температура? Тоже температура. Где у вас там граница? Что? Нет. Поэтому не надо сочинять. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Возможно, мы терминологически с вами неправильно взаимодействуем. Смотрите, опять мы говорим, что шкала Кельвина есть точно такая же условная величина. И если бы Кельвин взял... Стоп, стоп, стоп. Вот в важный момент. Условная величина или физическая величина? Условная величина. Не физическая. Шкала Кельвина условная величина. Шкала это шкала. Величина это величина. Условная величина я не знаю. Оговорим тогда. Давайте. Термодинамики физические величины и условные величины как вы делаете? Давайте мы на простых вещах. У нас есть научный метод, у нас есть величины физические. Вот я конкретно спросил. Как вы делаете физическую величину? Вот разные уровни вреда мы будем постепенно разбирать. Я предлагаю так. У нас есть научный метод и есть то, что соответствует научному методу. Есть Матазик. Вот пожалуйста давайте в рамках научного метода. У нас есть математика. Наука о количественных отношениях и пространственных отношений действительного мира. В Действительном мире есть величины физически. Математика их описывает, физика их описывает. Это в рамках науки. А того чего нет в мире Это пока не в рамках науки Вот у нас в физике есть величина Есть скалярная величина Это та же самая величина Только приведенная к шкале Физический смысл Физической величины Не может меняться от того Что Цельсий Кельвин Пёрышкин Её что-то с ней сделали Назвали её отрицательной С этой точки зрения Скаляр по сути дела Есть только то что Мы обозначаем Я и говорю Только обозначение Не влияющее Почему вы говорите Что не может быть отрицательного скаляра Как обозначение Мы можем обозначать И минусы Я говорю про физический смысл Про физический смысл Про природу явления Так вот в нашем мире Природа явления Не может быть отрицательной Обозначать вы можете Как угодно Но природа явления Отрицательной не может быть А товарищи делают так Они вводят Отрицательный скаляр Преподают его в вузах А потом А потом Вы же видите Что отрицательный скаляр А потом С помощью этого Пытаются Обосновывать Физические процессы Обманывать Зевак Обманывать А бывает Обманывать Конкретный пример Давайте Гравитация Минус Половина учебников У нас формула тяготения Идет с минусом Впереди Половина учебников Без минусов Вы знаете Как правильно Доктора науки Не все это знаем Кто-то пишет туда Кто-то пишет сюда Вот вам конкретный пример Для чего Это ваша представительская Гравитация Теперь давайте Писать конкретно Давайте Взаимодействие Между двумя телами Между двумя телами Пространства Находящимися В пространстве Прямо пропорционально Массе Эти Двух Я говорю Между двумя А я не рассматриваю Пока множество Прямо пропорционально Массе Тел И обратно Пропорционально Квадрату Расстояния С поправкой На Определенную Гравитационную Величину Гравитационный Коэффициент Который Условно Для нашего Пространства Где видите Вы минус Я его тоже не Видите Пожалуйста На доске Минус Прошу Приводите В форму Вы его не на доске Видите Вы зайдите Пожалуйста В учебную Пособие Не Я вот сейчас Приводите Вы с минусом Я не воспринимаю С минусом Вы не воспринимаете Я вам говорю Что в половине Учебных пособий Конкретно Формулу Вот здесь Вот стоит Минус Вот здесь Кто-то Заносит его В Ж Кто-то Выносит его Через Векторную Формулу Уножили на Минус Единицу Поделили На минус Единицу Появился Минус Веха На паре 99% Физиков Не знают Как это Происходит Они не знают Что если Минус Сюда Не поставят Яблоко На землю Не упадет Дальше Ку1 Нам исчислении Направление Векторов Как отрицательная Величина Я предлагаю Вам следующее Мы остановились На возможности Скалярных Отрицательных Величин Было Выяснено Следующее Что Формулу Гравитации Отрицательное Значение Мы Так и не Нашли Несмотря На то Что Не надо Не надо Так и не Нашли Сказки Рассказывать Не надо Приятно Вы мне Вышлите Страницу Правильно Я жду Страницу А вот Сказки Не надо Значит Вы мне Высылайте Страницу Чтобы Я убедился Теперь По поводу Скаляров Ситуация Следующая Скаляр На мой взгляд Может быть Как отрицательный Так и положительный Вы Скалярная Физическая Величина Скалярная Физическая Величина Но мы Не говорим В этом Случае О Физическом Процессе Под Физическим Процесс Отрицательного Значения Иметь Не может Скалярная Физическая Величина Может Отрицательной Говорить Пример Температура Скалярная Физическая Величина Некорректно А какая Это химическая Величина Когда у вас Получается Минус 2 градуса По Кельмину По Цельсию То положительная То отрицательная Опять же Все зависит От шкалы По которой Мы мерим При Мы Мы Довяли Что условно К шкалу С плюсиками Или с минусиками Физическая Величина Физическая Величина От этого Не меняется А тогда Не надо Называть Отрицательной Обозначение Отрицательной Это физическая Не надо Называть Отрицательной Это физическая Величина Вот происходит Следующее Одновременно Учат инженеров И математиков Вот инженерам Говорят Ребята Вы делайте Устройство Забудьте Что вам там Говорили Про отрицательную Скалярку Не знаю Говорят А вот Математиков Ежат В сказочном Мире Они вот Ну да Возглавляем Инженеры Шкалу Сельсия Не проходят Кстати Здесь я должен Заметить Еще Одну Вещь Я был Не совсем Прав Говоря Что Отрицательной Температуры Нельзя В термодинамические Расчеты Ставить Можно В исчисление Калориметрии Можно Ставить Отрицательную Величину Опять Меняется Только Формула Только И всего Можно Ставить В расчет Это Физическое Исчисление Я говорю Вам Про Физическую Величину И ее Природу Вы Говорите Про Математический Фокус Это Разные Вещи Скажем Давайте Я скажу Таким Образом В природе Есть Природа Величинами Занимается Головной Мозг Человека Давайте Конкретно Вам Что известно Про Отрицательное Количество Вот Количество Отрицательное Чего Отрицательное Отрицательное Количество Я вам Нисколько Не говорил А вот У вас Отрицательная Величина В каком Она В количественном Плане Вот Тогда Пожалуйста Расскажите мне Про Отрицательное Количество Я хочу Постримать Эту Интересную Тему Опять Вы путаете Термин Количество И количественное Исчисление Пожалуйста Поясните мне Количество Должно В каких-то Единицах Измеряться В каких Единицах Вы Мерите Количество В Единицах В Каких Вы Про Размерность Чего-то Конкретного Это Разные Понятия Количество И размер Вы В каких Единицах Эту Размерность Мерите Количество Килограммов Вот килограммов Не бывает Отрицательное Стоп 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 Вы путаете Размерность Масса Масса Не бывает Отрицательной Число И размерность У вас число Это выражение Количества Число Есть выражение Этого самого Количества Опять Отраженное Через наш Субъективный Головной Мост Человека Это наше Обозначение Другая Цивилизация Вообще По-другому Может Их мерить Может быть Вот в рамках Нужного Меда Число Это выражение Количества Конечно Вот пожалуйста Если нет В природе Отрицательных Количеств Как вы Собираетесь Отрицательного Выражать Отрицательного Операция И число Это разное Понятие Операция И число Вот плюс Минус Это операция Число И количество Это Вы Количество Чем мерите Знаками И значениями Числами Можно Обозначать Количества Конечно А соответственно Мы условно Можем взять Шкалу Отрицательного Извините Все Стоп 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 У вас Есть название Науки Математики Ну как По количественных Отношениях Правильно? Действительного Мира В действительно Мире Не бывает Отрицательных Количеств В действительно Мире Вообще Количеств Не бывает Действительно Мире Есть действительный Мир В действительном Мире Есть действительный Мир Который По сути дела Он не бывает Дискретным Или аналоговым Он просто Мир А количеством Делает его Человек И у человека Может быть Как отрицательное Так и положительное Зачем Вы Расскажете Я могу То же самое Рассказать Да как Ну пожалуйста Пример Отрицательного Количества Вот Отрицательное Количество На измерение Температуры Человек А оно Остало Внизу Отрицательное Потому что Оно Снизу Или как А причем Тут Снизу Вы Механизм Этого Понимаете Я Механизм Вам Уже Объяснил Нет Границей Перехода Между Плюсом И Минусом Является Граница Перехода Агрегатного Состояния Вопрос Понимаем Мы это Не понимаем Вот здесь У нас Это Что у нас Это Плоскость Правильно Да какая разница Плоскость Это не плоскость Это вопрос Набердит Линия Вот С чего Вы взяли Что на какой-то Линии У нас Часть Стала Отрицательной Потому что Изначально Или Изначально Субъективное Обозначение Все Все Любое Обозначение Положительное Отрицательное Оно Субъективное Обозначение И в природе Субъективных Обозначений Не положительное Обозначение А есть Реальные Объекты Вот В реальных Объектах Нет никакой Величины Вообще Некорректное Утверждение Неверное Утверждение Величиной Занимается Хорошо Откуда Кто меряет Эту величину Какая разница Кто меряет А без Того Кто меряет Не бывает Это Азы Которые Это не азы Это азы Если мы говорим В этих вопросах Это принципиально важный момент Вот теперь Хорошо Хорошо Стоп Стоп Значит смотрите Есть Объект Солнце Пожалуйста Есть Объект Солнце Оно Светит Независимо от нас От наших Знаний о нем Пожалуйста Конечно И Количество Проявляется Через мозг Человека Пожалуйста Мы говорим Про величину Скаляр Величина И скаляр И величина Скаляр И количество И количество Это субъективная вещь И скаляр Субъективная вещь И величина Субъективная вещь Вот Вот здесь Неверная Величина Это не субъективная А какая она Пример объективности Пространство Субъективная вещь Это реально Само пространство Конечно Объективная Часть пространства Объективная вещь Это реально Кто его Рассекает Какая разница Большая разница А если нет Его рассекать Пол апельсина У нас Реальная вещь Или нереальная Пол апельсина Должен быть Кто-то А кто увидит эти полапельсина? Вот такая разница! Они есть полапельсина? Полапельсина нет! Нету некому мерить полапельсина То есть, пол камня нет, пол капли нет Пол камня нет, пол капли нет Есть просто капля в природе Пол ручки нет Пол ручки нет в природе Вот этого нет Ну вот сейчас, вы Опять стоп! Вы вот это стоп! Итак, уважаемые слушатели, мы сейчас рассмотрели вопрос о скалярных и нескалярных величинах. Я могу сказать следующее. Наше рассмотрение выявило некоторое разногласие в мировоззренческой позиции, в части, как мы понимаем, что такое пространство, как мы понимаем Вселенную. Дело в том, что понятие Вселенной и понятие пространства – это ключевые понятия физики, ключевые понятия в астрономии и в других науках. И здесь я могу сослаться опять на вопросы, которые были рассмотрены в статье «Мировоззрение образованной дуры». Вы сказали о том, что дура – это та, которая считает конечным пространство. Я в ответ в своем вопросе сказал следующее. Я написал следующее. На каком основании мы можем судить о конечности или бесконечности пространства? Мы об этом пространстве знаем настолько мало и настолько… То есть мы еще находимся в детской люльке, чтобы спорить о том, конечное или бесконечное пространство. Я сейчас бы хотел, чтобы мы перешли к этому вопросу. Чтобы мы перешли к вопросу о понятии пространства, я прошу вашего внимания буквально в течение 3-4 минут изложить даже, скажем так, не свое мировоззрение, а то мировоззрение, которое сложилось в современной науке и по понятию пространства, по понятию взаимоотношения разных частей пространства и так далее. Вы согласны с этим? То есть краткий-краткий экскурс. С вашими предыдущими тезисами или с регламентом? С регламентом. С регламентом, думаю, тут как бы все просто в плане пространства. У нас есть пространство – реальный объект, его свойства известны, его свойства экспериментально подтверждаются. То есть мы оба… Известно про реальное пространство. Здесь мы с вами оба исходим из позиции, что пространство – реальный объект, Вселенная – она реальна, но мы тогда с вами по части конечная или бесконечная Вселенная. Вы можете или нет тогда объяснить свое понимание, что значит бесконечная и что значит конечная Вселенная? Потому что вы сказали, что конечная Вселенная быть не может. Стало быть, мы с вами размышляем неправильно, говоря о конечной Вселенной. Я же исхожу из следующего, что мы слишком мало знаем, вообще-то говоря, нашу Вселенную, чтобы говорить о ее конечности или бесконечности. То есть термин «конечность» или «бесконечность» в моем понимании он вообще сейчас неправомочен. Тогда поясните, пожалуйста, вы что не знаете о смыслах пространства? Что вам известно? Хорошо, я тогда сейчас буду рисовать на доске. Итак, что мы знаем и что мы не знаем о самом пространстве? Кто мы и каковое пространство мы понимаем, и каковое пространство мы не понимаем? Мера нашего понятия. Во-первых, первое, кто мы? Человек есть существо, знание и мнение которого о пространстве субъективны. Вы с этим согласны? Согласны. Человек находится в том пространстве, которое он может воспринимать своими органами зрения. То есть отсюда следует то, что нам в глаза попало электромагнитные волны. Дальше. Человек воспринимает пространство с помощью слуха. Опять мы слышим звуковые волны с помощью нашего слуха. То есть реально, если взять от частоты звука, как колебательный процесс, молекулярный, либо атомарный колебательный процесс, мы знаем инфразвук, слышанный звук нами и до ультразвука. Ультразвук. Из этого всего мы слышим от границы 10 Гц. Это так условно, хотя люди далеко не всегда. Ну, условно считается, что мы должны слышать до 20 тысяч Гц. Хотя на самом деле мало кто это слышит. В частности, я слышу до 16 тысяч Гц. Но это не важно. И следующее. Мы можем воспринимать тактильным восприятием пространства. То есть мы ощущаем пространство. Это пространство, соответственно, предметы, тела, находящиеся в пространстве. Мы благодаря нервным окончаниям получаем информацию в голову о том, какие тела где находятся. Следующее. Своими глазами мы можем видеть, соответственно, как предметы, находящиеся вблизи, предметы, находящиеся вдали, так и предметы, находящиеся очень вдали, скажем, звезды и так далее. Все эти предметы мы считаем, что они находятся в пространстве. Дальше. Некоторая часть ученых считает, что, и я с ними вполне даже согласен, и есть факты, что мы можем, если взять шкалу электромагнитных волн, по шкале электромагнитных волн не все ограничивается узким спектром видимого излучения глазом. Но мы можем ощущать телом инфракрасное излучение, то есть тоже от реальных объектов. Мы можем своим телом ощущать ультрафиолетовое излучение. Некоторые ученые приводят доказательства того, что микроволновое излучение мы тоже можем на границе радиоволн ощущать. Но мы, начиная от ультрафиолета рентгеновской гаммы излучения своими органами чувств, в отличие от некоторых животных, ощущать не можем. То есть вот это тот перечень излучений полей, которые мы можем с вами видеть. Соответственно, мы получаем о внешних телах, находящихся в пространстве, информацию на основе этой информации. Мы строим какие-то описательные формы, мы строим какие-то модели. Соответственно, мы, когда видим, человек начал строить, уже постыдать структуру мира и понимать, что в пространстве находятся крупные тела, которые существенно крупнее него, есть тела, которые мельче. Так родилось поделение на микромир. Это речь о материи в пространстве. О материи в пространстве. О самом пространстве. Теперь, сейчас ситуация следующая. О самом пространстве. Когда физика достигла понимания того, что может ли быть, если мы возьмем, исключим материальные тела, то есть как тела, обладающие атомарной и молекулярной структурой из пространства, исчезнет пространство? Нет, не исчезнет. Слушай внимательно дальше. Хорошо. Если мы из пространства исключим излучение, пространство исчезнет само? Нет, пространство само не исчезнет, исключим мы излучение. Дальше. Если мы исключим гравитацию из самого пространства, то есть, предположим, нет у нас распространяющегося гравитационного взаимодействия. Если мы из материи исключим из пространства, пространство так и останется. Пространство так и останется. Что нам неизвестно про пространство? Про пространство. Вот здесь ситуация гораздо сложнее. И я могу сказать о следующем. В течение долгого времени была, существовала так называемая эфирная модель. Опять я говорю, эфирная модель. Эфирная модель пространства. На рубеже 20 века эфирная модель пространства, по сути дела, была затоптана и прекратила по факту свое существование на долгое время. Что говорила эфирная модель? То, что саму суть пространства представляет собой... Ну, иногда пишут цветомостные эфиры, это не совсем так и не совсем правильно. Существует некая основа пространства, которая называется эфир, и благодаря которой и могут быть переданы излучения, в частности. Скажем, первое, когда квант света начинает распространяться, что интересно, он не распространяется разгоняясь, а он распространяется сразу с определенной скоростью, со скоростью света, и... То есть эфир играет в этом случае основой, как бы, пространственной... Это сообразие материи в рамках модели. Контрастов, да. А о самом пространстве что нам неизвестно? О... А вы реально могли, что ли? О самом пространстве мы можем, вот после того, как эфирная модель была свернута, само пространство... Начали нарекать, начали к тому же самой эфирной конструкции подходить темные энергии, темные массы и так далее. Это материя, пространство, о самом пространстве? Теперь о самой, о самой, о самой конструкции, теперь если подойти, о самом пространстве. В первую очередь, пространство в миропредставлении людей сейчас является величиной трехмерной. И в основе исходится. Если мы говорим сейчас построение математических плоти до 11-мерного пространства, то это модель, формулярная просто модель... Это не пространство, это модель. Это модель. 11-мерного... Мореобразие, если... 11-мерного пространства в природе не обнаружено. В природе не обнаружено даже нигде 4-мерного пространства. Его тоже не существует. Соответственно, всю основу пространства составляет трехмерность и следующая величина – время. По определенной традиции, скажем так, я эту традицию, и не только я, ученые, я знаю множество ученых, которые существуют... Не поддерживается соединение пространства плюс время, пространственно-временное объединение, единое, сделать, эту конструкцию считать какой-то виртуальной величиной 4-й, 4-й величиной время Т, на самом деле здесь очень много концы с концами не сходятся и не позволяют напрямую соотнести конкретное значение времени. Об этом можно много говорить. И пространство. Поэтому пространственно-временной континуум как таковой можно рассматривать только с точки зрения следующего. Пространство и время. Почему? Я сейчас могу сказать следующее. Если взять, если взять сейчас, как привыкли пространство Мерменковского рисовать, абсолютное прошлое, это плоскость настоящего, это будущее. А, соответственно, сюда выкладывается пространство, и сюда выкладывается время. То на самом деле здесь возникает тогда вопрос какой. Это не есть процесс, а в природе могут существовать только процессы, а не движутся. Мы взяли определенную точку, а ведь что такое, то есть условно, настоящее взяли. Значит, а проходит какой-то квант времени, опять, настоящее стало вот здесь. Когда-то настоящее было вот здесь. Поэтому вот такое построение чисто такой привязки, модели, даже как модель, если взять движение тела, предположим, тело сейчас движется, оно движется и в пространстве, и в времени. Соответственно, мы должны ему в пространстве и времени указывать полностью траекторию. Вопрос, что нам неизвестно, о свойствах пространства, реального объекта, предмета описания. О свойствах пространства нам неизвестно слишком многое. Во-первых, нам неизвестно следующее. Имеет ли пространство начало, имеет ли пространство конец, то есть изначальность? Это неизвестно. Как это неизвестно? Потому что мы на данный момент не можем отнести ни одну точку к началу. Опять, если хотите поговорить о великом-большом взрыве, Биг Бан, мы об этом поговорим. То есть, тут тоже много, это просто гипотеза. В этом вопросе как раз все известно. Вот вообще все известно. Тогда мы предоставляем слово тому, кому известно, когда появилось пространство, где оно появилось и что значит начало пространства. Стартовая позиция была какая? Неизвестно начало и конец? Да. Давайте, пожалуйста. Опять, во времени... Стоп. Во времени? Я говорил во времени. Стоп. Вы хотите сейчас оторвать пространство от времени вообще? Вы... Оно не зависит от времени, пространства. Вы говорили начало и конец. Вы имели в виду геометрический фактор? Начало, конец, конец. Хорошо. Давайте будем говорить о геометрическом. У нас пространство, это реальный объект. Имеет конкретные физические свойства, экспериментально подверждение. Протяженность. Есть такое свойство? Протяженность. Протяженность. Мы ее можем, мы, как люди, опять субъективно можем мерить протяженность. Так. Протяженность. Никакой вопрос субъективно. Конечно, субъективно. Субъективно. Это свойство есть у пространства? Это свойство есть у измерения, сделанного людьми. Стой. У самого реального объекта пространство есть протяженность? Оно есть пространство. Мы считаем, что есть протяженность. Будем считать, да. Да, однозначно, или да, на полдюте? Ну, частично да. В каком плане? В плане нашей субъективности. Пространство есть, независимо от того, мерим мы его или нет. Вот это, чтобы мы на этом сошли. Так. Независимо от нашей субъективности. Так вот, протяженность есть, да? Протяженность отражается в нашем головном мозге? Отражается, ну там или не отражается. Есть у пространства протяженность? В нашем головном мозге только. А протяженности у пространства нет. Что? Есть реальный объект, у которого нет протяженности? Вот теперь смотрите. Есть реальный объект. Если мы говорим о протяженности, Значит, мы должны поставить точку, от которой мы отталкиваемся. Пожалуйста, ставьте, хотите, не ставьте. Кто будет эту точку ставить? Какая разница? Есть у пространства протяженность? Нет. Пока мы не взялись мерить это пространство, протяженности. Свойства такого протяженности нет. Есть пространство, но ему ваша протяженность абсолютно до фонаря. Нет, нет, нет. Это лучше. Это вот Вася. Вот поставил полточку или не поставил, пространство было до Васи? Было, есть и будет. Оно имеет все свойства до Васи? До Васи, конечно, свойства есть. А вследствие чего вы считаете протяженность свойства, независимо от человека? Обоснуйте. Вот так пункт, застолбив до Васи, пространство имело все свойства, какие у него есть. Так, хорошо, обоснуйте протяженность до Васи. Появился? Появился? Нет, я не буду обоснувать до Васи, в этом нет необходимости. Мы определили, что пространство реальный объект, реал. Да, да, да. Без Васи, с Васей, вот у этого реального объекта есть какие-то свойства, правильно? Конечно. Появился Вася, он может эти свойства измерить? Зая фиксировался. Вася, конечно. И вот тогда-то и появилась протяженность, как понятие, отражение Васиного головного мозга. Некорректно, некорректно, недостоверно, неправильно. Хорошо-то, да, как вы, четко говорим физически, как вы описываете протяженность? Опишите мне этот вопрос. Опишите мне его, это вопрос. Как вы спираете? Это, опасно. Это способ описания. Мы сейчас пропадем. Опишите, что пространство протяженности. Мы до этого отойдем. Мы пришли реальный объект. Мы поставили по всему, что это реально. Это значит что, реальное применение. Мы поставили, что этого реального объекта есть реальное спокойствие. reallness конечно. Реально смысл, у объекта есть свой. согласен есть плюсик согласен мы можем написать 1 2 4 а вот тут то как раз мы будем с вами они существовали до вас будут существовать без вас и будут он их может измерить изучить описать описать эти свойства потому что я вам могу сказать следующее я могу сказать следующее само понятие свойства вот пространстве есть она реально просто вот пункты 1 2 3 4 свойством дает уже вася своим отражением через головной мозг при вселенной вашей 1 2 3 4 абсолютно без разницы коля коля вот коля до субъекта вот теперь объясните как они могут что такое физически свойства что такое физически свойствам пространства конкретно физически звание что ты если ее никаких у них та не моржает отображали не отображает что это такое физически если я могу физически сказать скажем что такое материю это по ajner структура существующая пространство существовало думать конечно мы говорим о протяженности свойства у материи были обоснуть и что такое продажу на эту вазе объект дуба с протяженностью я не согласен что я именно с протяженностью не согласен и свойства материи существовало существовало пространство и пространство материала свойства далась до описания васи свойств такого понятия не было до васи до васи не было свойств свойства обозначают то что присуще чему-то и мы это образа отражает своем головном мозге что вот это важный очень важный момент вот возьмем песню нарисуем вот он был давать вы его где нарисовали я нарисовал на доске вот он был давать я говорю не о пете о васи а я говорю о человечестве вот разум я говорю конкретно разум вот образно динозаврство если динозавр мог мыслить пространство а он скорее всего мог мыслить пространством то они протяженность есть отражение вселенной в мозгу динозавра все понятно соответственно у васи отраженность протяженности в мозгу протяженность это свойство пространства обоснуть до я пытаюсь обоснуть принципиальный момент здесь следующее есть реальные объекты и есть субъект до субъектов до головного мозга головного Что такое протяженность? Две противоположные точки зрения. Одна точка зрения говорит, что у материальных объектов или у любых нематериальных объектов есть свойства до появления субъектов. Вторая точка зрения, что свойства у реальных объектов появляются только... Я говорю не о всех свойствах. Мы сейчас конкретно говорим о протяженности. Стоп, стоп, стоп. Мы сначала фундаментальную базу разберем. А это есть фундаментальная. Мы перейдем на частный случай. Мы говорим о протяженности. Мы разберем очередь. Любое свойство, общая база, любое свойство, есть свойство отраженное. Мы же эти свойства должны как-то градуировать, отображать в виде какой-то формы формулярно, в виде какой-то там записи, описания. Описание свойств и сами свойства. Это раздельные вещи. А свойств как таковых, понятие свойства, Вселенная не нужна, она есть сама Вселенная. Понимаете? Не нужна, не нужна. Нужна это как раз субъект. Возвращаемся на начальный путь. Есть две противоположные точки зрения. Одна, а то, что реальные объекты... Конкретизируем. Первым свойством мы назвали протяженность. Отсюда я не слезу. Мы к этому подойдем. А мы к нему подошли. Первое свойство протяженности. Мы в базу нашей камеры. Есть реальные объекты, у них есть свойства. Обоснуйте мне физические протяженности. До Васи было расстояние между двумя... Не было расстояния. Не было расстояния до Васи. Была Вселенная, но расстояния не было. Потому что некому было эти мерить расстояния. И некому было ставить эти мерки. Было измерено расстояние? Или было расстояние... Не было расстояния. И не было измерено. Во Вселенной нет расстояния. Расстояние есть отражение пространства. В чьей-то субъективности? Неверно. Это вас обманули. Объясните. Объясняю. Я не могу объяснять все сразу. Я на находчивых примерах. Вот гора Машук, вот гора Эверест. Какая гора? Эверест. А вторая? Машук. Машук. Ну давайте другую-другую гору. Какая вам нравится? И коронизма пусть будет. Ну далековато друг от друга. Ну да ладно. Ну вот. Между этими вершинами этих корон были... Была протяженность, а была расстояние? Не было. Не было протяженности. Не было. То есть они были в одной точке. Они были в одной точке, пока Вася не открыл глаза. И не были они ни в точке, ни без точки. Где они были? Они располагались как они располагаются. Где? Где располагались? В пространстве конечно. Располагались как? А вот когда мы говорим как, то мы отражаем уже субъективность. Располагались удаленно друг от друга. Правильно? Опять, чтобы мы видели, что они располагаются друг от друга, мы берем субъективность. Увидел Вася или не увидел, это без разницы. Вот смотрите опять. Коммунизм и элист, был Вася или не был, они были ту Васю. Правильно. Замечательно. Они не имели протяженность? Не имели они. Как они были, если не имели протяженности? Что есть протяженность? Мы измеряем протяженность. А что была гора Эверест? Это была поднятая кусок плиты индостанской. И как она была, так она и есть. А когда мы говорим протяженность, то мы измеряем протяженность горы Эвереста, основания 8 848 метров. Размер и протяженность это разные вещи. Тогда конкретизируйте слово протяженность. Вот это луч. Луча, как поток квантов в пространстве. Нет, нет. Луча в природе нет. Как нет? Ну как нет? Тогда мы возвращаемся на исходную позицию, которую мы с вами разобрали. Просто луча в природе нет. Луч есть, как поток квантов. Вот давайте этот вопрос уже самый-самый фундайм, самые-самые азы. Вот пространство, реальный объект мы написали, да? Да. Пространство. Пространство, да? Вот, грубо говоря, кубик объема. Откуда он взялся кубик объема? Это я вам для наглядности пока рисую. Стоп, не надо мне для наглядности рисовать. За Васи же уже появился? Васи еще нет. Его нет вообще. Ну и сейчас в момент... Нет, 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 нет. Васи нет. С момента существования Васи. Нет, нет, Васи нет. Мне самое важное сейчас понять. Вот, есть понятие протяженность, но Васи еще нет. Опишите мне протяженность до Васи. На каком языке? На языке Васи вам написать? Или вас не устраивает? Так вот. Вот мы и подошли к самому главному. Когда мы описываем протяженность, мы должны языковую описательную форму какую-то сделать. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, что такое протяженность? Есть описательное значение, мы описываем пространство. Это описание пространства в чьем-то головном мозге. Где оно описательное хранится? Мы сейчас будем разговаривать на языке Васи. А Васи нет. Опять условиямся. Васи, Васи нет. Васи нет. Вы сказали, что без Васи есть протяженность. Обоснуйте протяженность без Васи. Васи еще не породился. Мы пользуемся языком или не пользуемся? Если не пользуемся, это не могу. Откуда язык чей? Мы сейчас пользуемся нашим языком. Вы сейчас... Русским народным языком. Мы субъекты? Да. Мы пользуемся... А до Васи какой был язык? Мы сейчас... После Васи или до Васи? Мы сейчас и с Васей, и... Мы сейчас... После Васи... Будем общаться на каком-то языке или нет? Замечательно. Тогда вот это вот так вот взяли, стерли. Васи нет. Вот. Мы сейчас обозначим, о чем мы говорим, и потом ведем к вашей системе. Термин вы написали протяженность. Да. Но вы его в пространстве без субъекта не ввели. Вы путаете разные вещи. Вы путаете объект описания, язык описания. И... Ну уж я как информатик, извиняйте, путаю. Значит, тогда протяженность вы называете... Объект описания. Объект описания. Объект описания реальное пространство. Ну вот, все. Вот с этого пункта и, пожалуйста, не перебивайте. Объект описания реального пространства. Можно я его изобразить графический? Нет. Почему? Графическое описание это субъективное описание. И что с того? Это уже отражение модели. Пожалуйста. Что с того? Реальный объект. Вы можем отличать от отражения модели? Конечно. Пожалуйста. В чем претензии? Да, конечно, нет. Почему? Потому что вот он, Вася. В данном случае, Вася, это вы. И вы начинаете мне свойства объекта описать на языке. Грубо говоря. Не было Васи, не было свойства объекта. Таких, как протяженность и так далее. Не было описания на языке Васи. Но сам объект, его свойства объявили. Объект был. Объект был. И его свойства были. А свойства появляются в описании. На языке Васи свойства? Конечно, на языке Васи. Вот, и все. Вот. Если начинаете пользоваться языком, вы сейчас будете мне протяженность описывать отраженное в головном мозге. Но это не физическое, а это виртуальная величина, за которой не стоит физического объекта. И реальный объект, и модель, это разные вещи? Конечно, разные. Пространство реального объекта? Пространство. Можно Вам предоставить модель? Описание реального объекта. А вот в модели протяженность будет запросто. Без проблем. Стоп. Да, стоп. Даже и нисколько не сомневаюсь. Модель может соответствовать реальному объекту? Ну, в какой-то степени, да. Она может описывать его свойства? На языковой ходе, да. Корректная модель может описывать свойства на 100%. Опять. Модель, конечно, может. Опять. Когда мы, собственно, проходим эту позицию, переходим к описанию реального объекта пространства. Стоп. Вот здесь мы уже с Вами говорили. Мы уже с Вами все четко сказали, что Вася есть. Что мы пока не до Вася не дошли. Как это до Вася не дошли? А Вы уже модель ввели. У кого? Так. Это модель? Модель это у кого? Мы сейчас рассматриваем реальный объект. Модель у кого? Вот смотрите. Вот линия времени. Вот Вася появился, да? Мы находимся вот здесь. Вот Вася появился, да? Порошно там какой-то времен. Вот мы находимся здесь. На данном этапе мы можем обозначить термины. Установить термины. Да, не спорю. Вот мы здесь. Вот пожалуйста, пока вы к Вася не пришли, не перебивайте. Вот это все. Мы уже ушли от Вася. Вася уже породился. Какая разница? Большая разница? Вы этим самым подтвердили, что протяженность как свойство может отражаться только в головном мозге. Нет, нет. Отражаться это другой вопрос. Вы говорите об описании. Я говорю о реальности. Мы в любом случае... В реальности. В реальности. Здесь просто реальность. Грубо говоря, Вася вот здесь. Мы к Вася пока не пришли. Мы сейчас находимся здесь. А я вас прошу объяснить точку вот здесь. Я хорошо, я вам ее объясню. В рамках каких терминов вам ее объяснить? А вот вы есть. Попробуйте эти термины описать. Вот, пожалуйста. Я ей говорю. Вы сейчас не опишите термины. Вам описать его на человеческом языке? Вот. А вот было? Что? То есть... Протяженность появилась, так, свойства, понятия... Как свойства, отраженные в головном мозге человека. Нет, нет, нет. Это вы прыгаете с одному вопросом на другой. Мы сейчас говорим по рекламе. У нас введение сейчас, собрание на человеческом языке, на рамках научных терминов, мы ими пользуемся. Договорились. Только вы тогда скажите, что... Мы договорились, что мы пользуемся научными терминами, русским языком. Да. Кроме нашего языка, мы можем пользоваться, да, терминами. Вот я ими пользуюсь. А потом мы будем рассматривать конкретные вопросы. У нас есть пространство. Мы признали, что оно реальный объект. Признал. Я давно это признаю. У нас есть... Если мы возьмем часть пространства, мы можем взять часть пространства? Когда человек находится в какой-то точке, он может, исходя из определенного своего воззрения, так сказать, может сделать сечение пространства, сколько угодно там. Конечно, может. Какой разговор? Часть пространства будет реальным объектом? Конечно, будет. То есть... Отпилили кусок стола, кусок стола. Это материя. То есть вот этот вот кубик, это у нас часть реального пространства, и тоже реальный объект. Правильно? Если мы кубик вот так вот нарежем, то у нас получится... Нарезка кубиков в реальном пространстве? Да, у нас получится реальная площадь. Правильно? Стоп. То есть у нас есть реальный объект пространства. И с помощью Васи мы можем обозначить какую-то область. Данное пространство. Ага. Вот, данная область, она будет реально с выбором Васи, с выбором другого Васи, вот такой области. Сама вот эта вот область, часть реального объекта, она по-прежнему будет реальной. С частью пространства. Вот с этим я не спорю. И свойства у нее будут реальные. А вот свойства у нее будут те, которые увидел Вася. Ну, увидел, Вася увидел, не увидел, но они были на Васе. Потому что мы взяли часть реального объекта. Мы взяли часть реального объекта. И ему были... Мы с вами четко расходимся вот в чем. В понятие свойства. Вот тут свойства, я хочу сказать, что оно появляется тогда... То, что присуще данному объекту. И отражается только в Васе. А свойства это то, что присуще, вне зависимости от Васи, Коли, Пети. Это присуще объекту. Без... Без Васи, Коли, Пети нет никому отмечать. Некому. Вася не отметил свойства. Но свойства были. Было просто пространство. Да, реальный объект. Было просто пространство. Чего это свойства? Вася не отметил. Вася, слепой Вася, не увидел эти свойства. Но они были. Сейчас давайте сделаем следующее. Вот в данный момент Вы хотели сказать, у Вас 5 минут. Извиняюсь, что я прервал Вас. У Вас есть 5 минут, чтобы сказать, что такое. Да. Так вот, это реальный объект, свойства которого не зависят от Васи. Увидел он это, не увидел. Дальше этот объект нужно поделить. Взять меньшую часть этого объекта. Это будет площадь. Тоже свойства этой площади не будут зависеть от Васи. Вот выбор конкретный, габариты, будут зависеть от Васи. Васи его выбрал. Дальше, если мы эту площадь поделим еще таким вот образом. Возьмем еще более мелкий объект. Тоже это будет реальный объект. Выбор с помощью Васи, габариты. Но это реальный объект. Его свойства тоже никак не зависят от Васи. Вы видел Вася свойства этого объекта или нет. Так вот, эта вот часть этого реального объекта. Это и есть протяженность. Отрезок это длина. А протяженность она не ограничена. Туда и туда. Это реальный объект. Реальное проявление этого объекта. И мы можем засвидетельствовать. Мы можем здесь поставить пик коммунизма. А здесь мы можем поставить жамалугму. И вот эта вот будет протяженность между вершинами джамалугмы. И все эти коммунизма. Скажите, когда я могу говорить так. Можно? Реальное, пожалуйста. Вот теперь. Я вот что пытаюсь сказать. Вот мы остановимся на чем? Вы сделали сечение объекта сначала объем. Потом, это вы хорошо сказали. Потом вы сделали сечение объема. Площадь. Опять. Площадь как часть пространства не существует. Почему? Стоп, минуту. Тогда это должно быть. Мономолекулярная или моноатомарная пленка. Пленка чего? Вы путаете. Пространство нематериальное объект. Какая пленка? Какая молекулярная? Пространство нематериальное объект. Тогда откуда может быть какая-то площадь? Площадь не состоит из материи. Объем не состоит из материи. Тогда когда мы говорим «площадь», мы ее сами чем-то ограничим. часть площадь появляется только после того когда появляется тот кто ограничит метры квадратные метры кубические вот единицы единиц выбирает вася мы говорим об объекте мы высекли из пространства площадь что такое площадь высечена я протяженность что умерная протяженность что значит высечена из пространства вот вы ответили это выбор вас этого не было кого-то кому выбирать влачет этого свойства как у нас просто не было это был выбор вася вася выбрал часть вот какая именно часть я не спорю ну вот а значит какая была площадь двумерная протяженность откуда она взялась она была вася а в честь она была площадь значит чем-то ограничено не ограниченная площадь есть бесконечность да и что нет стоп а теперь теперь смотрите как величина как величина она была тепло теперь смотрите из трехмерного объекта вселенная был взят двумерный объект кем какая разница а он вы говорите о том что наше пространство состоит из бесконечного ряда двумерных площадей из бесконечного ряда одномерных площадей неконечная постановка вопроса почему может быть вырезан обозначен вырезан кем опять каким-то вася кем угодно пожалуйста но сам объект был объект был трехмерный объект он был трехмерного объекта не было почему а в чечево откуда умерли в умер на это частью умерла объекта часть не был был это значит кто отчет трехмерность единица целая вот это его часть она есть или нет ее нету почему вот этого нету почему потому что вот сейчас есть вот эту ручка хотя не крутите вы ее нету ее части есть даже ручка она вот здесь у нее есть половина вообще чего у нее есть половина вот кто есть кто отмечает кто отмечает половина отметил кто-то или не отметил она есть вот в реальности уснем мы проснемся не будет она есть не будет половины вот это есть или нет нету вот этого нету вот этой пластмасски нет пластмасска я стучу ничем вы стучите пластмасской нет вы не правы вы стучите вот этим объектом а вот я могу частью в этом объекта постучать вот часть вот а у нее части нет потому что я не кому откручивать нету вот вот этого нету откуда она вызвалась эта часть вы нет сейчас не галлюцинация сейчас не галлюцинация вы про и как субъект произвели действия открутили эту часть вот а теперь а теперь будьте так добры воспроизведите этот стук вот это часть воспроизведите этот вопрос не в стуке в вопросе есть часть ручки которую нету хорошо нету спорить не о чем вашей научной концепции псевдонаучной ее нет моей реальной почему опять не буду говорить псевдонаучная или научная потому что есть объект раскручивать некому есть объект часть часть появляется полностью объеду есть был сейчас появляется только тогда когда кто-то начинает резать обе состоит из всего из чего он состоит отрезали вы это или не отрезали вы можете рассматривать весь объект объект существует как непрерывное пространство как непрерывное пространство gel никакое реализации пространство оно существует конечно значит этот синий колпачок существует вот как не открученный колпачок вот это не открученная часть пространства вот это вот противommSir эконом Ru10 Это неоткрученная часть пространства. Какие у вас возражения? А вот когда вы говорите площадь, то вы это не ограничиваете. Это неоткрученная часть пространства. Площадь это неоткрученная часть пространства. Неотделяемая. Дальше, какие проблемы с этим? Проблемы естественные действия. Опять, у нас проблемы в терминологии. Проблемы в терминологии. Если мы выразили свойства и эти свойства, а потом вы начинаете оперировать с этими свойствами и говорите, у меня вот это есть, вот эта часть есть, и вы начинаете делать операции. Операции некому делать, вы начинаете высекать площадь, это операция. Вы путаете операцию, операцию и результаты этой операции. Нет, я не путаю. Когда вы произвели операцию над пространством, тогда вы получили площадь какую-то, тогда вы получили выбор. Выбор? Да. Это операция, но объект сам, площадь, самокусность. Вы согласитесь, в непрерывном пространстве, во всем многообразии, объект реален. Значит, это реальная любая его составляющая. В том числе и площадь. А составляющая появляется у него? Нет. Тогда, тогда кто-то... Объект со всеми участниками... Я предлагаю... Но это можно закончить. Вот этот раздел оставить на воззрение телезрителей. Кто прав? Кто прав. В данный момент мы пожмем друг другу руки по этому вопросу. И мы в мнениях не сошлись. Я и до сих пор сейчас утверждаю, и я не получил ни одного факта, который бы сказали, что у объекта изначально до субъекта, до человека была протяженность. Я пока этого не получил. Вы не захотели этого получать, вы это не увидели, не захотели воспринимать. А информацию... Это ваше мнение. Мы высказали. Вы не вспомнили. Люди... Дальше. Теперь. Соответственно, вопрос... Может, это становится? У нас там есть еще запись. Соответственно, вопрос следующий. Будем ли мы рассматривать? Будем ли мы рассматривать? А сюда сразу вложится вопрос следующий. Когда мы говорим о конечности и бесконечности пространства, то, соответственно, мы, на мой взгляд, сейчас не придем ни к какому выводу, почему. Потому что... Если у вас нет инструмента протяженности, то вы не сможете в этой теме работать. У меня инструмент протяженности, у меня, как у субъекта, он есть. Если будем мы с вами рассуждать с точки зрения субъекта, узнающего протяженность, это одно. А если будем идеализировать просто объект и говорить, что есть бесконечная протяженность, просто без никого и без никем, то в этом случае это другое. В этом случае это не является предметом спора почему. Потому что я не могу сказать, и вы не можете сказать, есть оно или не есть. Пардон, тут вопрос такой же. Нужно не признавать очевидные факты. Вот, я переместил фломастер. Я продемонстрировал. Субъект переместил фломастер. В нашем времени, уже после вас, переместил фломастер. Он экспериментально вам продемонстрировал протяженность пространства. Одномерную. Однозначно. Кто же об этом спорил? Могу трехмерную протяженность. Субъект противонстрирован, все что угодно. То есть, экспериментально доказано в рамках наших научных методов. Что пространство имеет протяженность. Оно имеет одномерную протяженность. Однозначно мы измеряем протяженность. Это конкретно физически зафиксировано. Дальше вы можете это отрицать. Не отрицать. Это наше описание. Чего? Реального? Реального мира. Реального объекта пространства? Конечно, реально. Это наше описание. Реальный объект имеет протяженность. Вот. Имеет протяженность. До того, как я его начал мерить, мы опять возвращаемся к тому же самому. Мы сейчас тогда это оставим на суд публики. Пусть публика... Значит, сейчас ситуация следующая. Следующий вопрос. Камень мог летать вместо моей ручки до появления субъекта? Следующий вопрос. Будем с вами сейчас рассматривать вопрос времени. В рамках свойств пространства. В пространстве нет такого смысла времени. И, собственно, зачем рассматривать сейчас время, если бы у нас разногласия по пространству? Каким образом? Хорошо. Вопрос другой. Информация. Информация тема отдельного разговора. Продолжение следует...